господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного каждый раз наушники рядом может лучше будет слышно номер 774 события дня даниила 1127 потому что конец еще отложен до времени за 25 января 2017 года мой вопрос я высел ролик кто это выходит на меня уже несколько раз и никак не показывает себя и тут же исчезает и зеленый огонек тут же гаснет или проверяет кто дома указывать на себя надписью на скайпе такой кемерово санкт-петербург кемеровская область россия кто подскажет что это и кто это и для чего он звонит мне уже не менее трех раз в одном и том же таком формате и ролик высечивает на священника константина а когда гаснет кто на юрову я не встречал такого мы показываем на 24 января он был здесь пишет кирюха 0 0 0 слава богу за все а мы замерзаем не знаю выживем нет эта зима сильно суровая я бы хотела умереть чем жить так мучиться но надо довести свой крест донести до конца это коротенькая жизнь быстро уйдет останется вечность иисус христос наше все кирюха такие подпись это где-то не фотографии нули какие-то вообще не понимаю я выставил ролики называется оси 1315 смерть где твое жало раскаяния в том не будет от где твоя победа и на тихихеныш добрый день вы заглавили ролик а вчерашнего дня моим имени вместе с константином видимо тут какая-то ошибка я вам не звонила а с константином который вам звонит я знакома только по интернету он священник из прокопьевска я когда-то писала вам о нем и просила молитва его здоровье рассказала батюшки о вас скинула ваши ресурсы он заинтересовался но я понятия не имела его звонки и тем более не участвую в нем я пишу это я не озаглавливал я скопировал с его звонка и говорю что мне это непонятно как так звонил с одного имени а когда отошел там ваши позывные почему-то юра вот это да чудеса поняла игнатий тихоныч а то стала переживать что ввела вас заблуждение у нас хорошие отношения я говорю о вас я и подумал даже но именно замена одного входа и при выходе он отметился вашими позывными а дело еще в том что я говорил он заходит звонит по теле кс по скайпу лица не показывает и уходит не попрощавшись раз за разом подозрительно мне это все ксениях и мне очень подозрительно мы лично с ним не знакомы только по интернету да игнатий тихоныч очень это странно и наводит на неприятное рассуждение ну бы один раз это одинаково везде лицо не показывает на сейчас посмотрю уходит и я его жду а потом вижу и зеленый огонек погас я показываю масонов есть лозунг бросать стрелы не показывая руки однажды я сижу с начальником воинской части я вел там занятия с военнослужащими в кинотеатрах переполнены кинотеатры были воинские части пригоняли сюда что я перед ним и выступил вообще было время а у него фамилия горбачёв немец игры собираюсь ехать германию а все еще и друг звонок он берет никто не отвечает он положил трубку проверяют все время проверяет где я галина в леске новокузнец мир вашему дому дорогой игнатий тихонович примите благодарность за заботу о нас в том что божие ваши ресурсы мощно подновились поклон братьям добрым помощникам мужа ли 37 лет это два сергея два андрея златоустная архипелаг гулаг библию жития святых добротолюбия все мои беседы все перевели можно ставить ролики видео как бы удивительный бог слава ему интересно очень поучительно для трезво развивающихся зернышек в кавычках на благодатной почве божественных знаний которыми вы с вашей командой нас кормите на расстоянии сколько новых открытий пользы для спасения души ну вот каждый день оставлю от 10 до 20 роликов иногда даже больше чуть сегодня 13 поставил и большие все если будет вам не в тягость то продолжайте комментировать фотоальбомы на ю тубе вдохните фотографии жизнь это привлекает прочное внимание а почему умножилась в роликах происход то завещание то слово смерть дай вам бог здоровья на многие блага и лета аксиос приличная встреча с вами впечатление как о крепком молодом и умнейшем наставнике подвижники православия внешность это же оболочка нашего духовного тела даже пресвятая богородица в свое успение на руках божественного сына изображается от раковицей мы когда она молодая рождество христа ей было не полных 15 лет но во время успения на руках сына ну тут смысл заложен а моей помощи вам в работе над вашим бумажным архивом с моей стороны такое предложение если бог благословит то выехать мне из кузни пораньше дней на пять за пять до совместного выезда православные трудовые детские гости ясли если систематизировать только то что у вас в апартаментах то при упорной работе достаточно и трех рабочих дней переписать на компьютере с распечаткой присвоенных номеров ах и вновь это слово номер каждому леску по темам и в папке с наклейкой и перечнем вложений и тому подобное вот интересно ко мне пришли не один раз уже из местного краеведческого музея и спрашивали что я могу им дать но я дал там письма и каждый листик берут уголок чуть-чуть за загнуты они так и помещают справа верхний уголок был чуть загнутый мои письма кому писал копии грубо больше счастья сожгли две большие кучи в крае и вам судья как мне сказали остальное подарил книги им предварительно вы нарисуете план совместных действиях напишите темы для своих бумаг для ускорения процесса и под вашим четким руководством сделаем доброе дело для истории можно будет архивом вам пользоваться но с возвратом на прежнее место как вам такое предложение молюсь всем радоваться ангела хранителя всем желает я отвечаю галина не с бумагами дело она не поняла а с катушками магнитными старыми там записи у меня где бывал где этом беседовал литературном институте ле пашанина там стихи читал драматург розов там пишет написал брошюры метрохин леп николаевич я встретился он привел профессора на встречу то но я запись виду тайну у меня от батареи крутится в сумке то но я думаю далековато сумка то около памятника кажется маяковскому владимиру москве возьми да и скажи скажите а вы не против чтобы я записал вот это на магнитофон то что говорите важное такое они мигом за собирались и все попрощались ушли то есть я спугнул виноват добрый плотник вот никак не на подписывайся своим именем не люблю это добрый день игнатий тихонович все дни смотрю ваше наследие видеоролика часов до десяти к ряду смотрю добрый день дни напролет смотрю ваше наследие часов по 10 день работать даже не могу входит в традицию по вечерам всей семьей смотреть видеоролики которые монтирую молимся за вас за ваше здоровье при монтаже видео приходится много раз прослушать вашу речь или смысл какой-то фразы он взялся монтировать из разных по темам совершенно по-иному понимаешь глубинный смысл сказанного первое видео с вами выложил у себя на канале по вашему разрешению неожиданное было для меня увидеть реакцию подписчиков обычно только прибавляется а тут за пару часов минус семь человек с канала ушло прям господь через видео то работает на врага ушли молча даже сказал бы культурно дизлайков особо не поставили пусть дух святой работает через ваши видеоролики смонтировал еще одно видео не знаю почему но выбирается пока про одних священников и их дела вот ссылка на скачивание и указал пожалуйста проверьте все ли вас устраивает звук и содержание может теряется качество перепередачи данных через файлообменник так как я загрузил первое видео на youtube то там картинка и звук у меня на канале был лучше чем у вас чем связано надо все проверить проверять в общем проверьте пожалуйста еще раз новое видео спаси христос вот такое но я посмотрю уже сейчас скачивается рустам на этих видео на вас просто смотреть уже одно загляденье а проповеди или для души знаете почему потому что вы человек пылающей веры без лукавств а я к сожалению испорченный прожженный в совести своей очень обидчивый и злопамятный пылающий ненавистью ко многим это я ему написал игры ты вот такой-то она других а он все это повторяет горе мне горе плохой я христианин правда хотелось бы на вас посмотреть хоть раз не на видео в живую жить проще одеваться экономно есть проще прям до мелочей чтобы не было даже повода до тщеславия и гордости извините за непой вопрос елена фомина здравствуйте игнатий тихонович у нас нерешенный вопрос по поводу книг я попросила свою знакомую из екатеринбурга володину валентину то купить у вас книги володину понимаете как вот кого-то их оттуда попросила она списывалась с вами и как вы просили оплатила на тот счет и сфотографировала отослана тоже но ответа пока нет с уважением или напоминаю я отвечаю вас нигде нет списках не адреса не заказа не квитка оплаты получения от вас денег повторите все заново кроме оплаты и укажите точно когда заказывали какие книги свой точный адрес индексом телефоном и где в моем мире в скайпе или в почте заказывали значит тут только одно что вы только вели разговор о книгах а заказа прямого не было а просто самовольно послали не послали деньги то и они нигде у нас не отобразились без фото квитка без повтора вы не получали от нас ни ответа ничего потому что нам не на что было отвечать и посылать нет тут ни адреса вашего и ничего совершенно ничего вы двое и кто-то допустил промах понадеялись друг на друга и ничего не сделали вопрос проверьте число когда был заказ и когда оплата фото квитка обязательно и все все до мелочи повторите сразу же тут кроме повтора посыла денег сделать это нужно сразу же сегодня же ошибка только с вашей стороны была допущена я запустил поисковик нигде нету а нас нигде нету квиток прислеты деньги еще и получить должен так витки можно послать но теперь я должен получить еще и деньги ничего нету сергей игнатов мир вам участника нашего чата подскажите что это слово значит по щад 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 дым идет дым но клуб ну в деревне был клуб открытый клуб клуб дыма из преисподней интересуется мнением об отце владимире головине об отце василия новикове первого слушая иногда на выпады против него церковных чиновников из миссионерского отдела для меня ничто они его критикуют без какой-либо аргументации со ссылкой на библию или труды учителей церкви слова господне в отличие от отца владимира они не проповедуют в отношении второго священника отца василия то его манера держаться и говорить напоминает одного российского известного политика и главы созданные им в лихие 90-е годы политической партии владимир жириновского этот священник имеет горячий темперамент но по библии почти ничего не говорит поэтому я не смотрю видеоролики всего проповедями вот на него ссылаются она запрокинулась лежит дергается там бесноватые кричит ой 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 паспорта не берите сжигайте там вот такое вот подобное и нын и на них как раз и ссылается никто ну бесов слушают и беста это кричит без демон демон как леп толстой говорит черт рогатый и слушает их бесовщина в башке начинается у людей слушай хотя бы то что сказала церковь о начале в московской патриархии и на никакого значения к спасению не имеет а суд сего или есть да это все ступени ведущих принятия антихриста электричество я знаю таких людей которые намного дальше прошли вот мне один пишет в интернете чтобы не быть ролики все убрать часы все снять зеркала все убрать каблуки убрать если челюсти за мной убрать то есть убрать 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 но это сказать убрать а почему убрать то когда челюстями то легче жевать и легче говорить это бремя неудобно си мая это все придумки придумки не от бога и откровение гертими а я тоже я и откровение ними я имею откровение тоже от бога на молитве что все это как говорят чушь глупости это все ну ты попал в это так ну и все делай как хочешь а как ты на меня можешь возложить это бремя да мы через сам ты со мной выходишь на связь тоже через интернет глупости просто люди мозги свои отключат и дальше начинает прыгать мы показать надо наши ресурсы вот хотя бы вот опять же вот это подошли добрый плотник пишет от него некоторые вот я с такой андрей забуранный на украине а как-то он зашел ко мне друзья я принял я вообще-то нигде не хожу и ищу ему возьми доски материала крещения а он я садил и крестит лбы мощит и все-то горшок ему серафимов дают он там военным с военными путается все с генералами фотографируется я только сказал святые отцы говорят надо крестить правильно как он взъелся мгновенно меня в черный список и всем оповесил кто слабкиным знает со всех черный список занесу выкину то есть хряк разгоряченный выскочил из чащи но и получил полбу кувалдой и он уже все я же вижу его такой и вижу какой он из себя там нет ничего не духовного никакой злоба одна и все высвечивает это не гордость всех генералов свадебных где-то находят зачем они ему горшок чугун этот серафимов надевает то есть никакой нулевой забуранный вот забуранила его туда и еще преследует проще кто знает на украине обратитесь к нему позаботьтесь о его душе мне это зайти к нему нельзя забур ранены засыпанный снегом я уже просто говорю чтобы обратить на это внимание ну и вот сейчас покажу я наш мир мой мир вот где я в шапке а тут хорошо общаться писатель и проще довольно большое здесь у нас друзей 4276 фотографии 21000 и видео 8273 ну где-то на 1200 роликов меньше меньше то сюда все все то почему ю тубе и вот здесь спешишь вот видишь как это закрылась это у меня форум здесь есть вот она где это последние дни мороз или что перешибает не работает модем и прочее ну вот это наши 12600 тем милости просим на наш форум очень и очень богатой составленный грамотно легко заходить легко регистрироваться и темы огромные вот так я даже не посмотрел сколько сегодня ну то есть за прошлый день пришло людей на форум то вдруг до 999 дошло в день я говорю это не наши просто проходы вот сколько вчера пришло вот сейчас мы посмотрим если конечно откроется надо было знать но где-то на 280 300 остановлено от 280 300 людей за день заходить это наши люди именно так еще это не открывается опять никак не можем взять вот она страница недоступна еще она недоступна то почему 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 ее не запустить то моя страница . май 1 . ру вот зашло 380 посетителей было вот она где сегодня к этому времени на 7 больше немножко но заходят люди я сразу узнаю кто такой илья вот новые пользователи открываю должно открыться а бывает тут заходят я сразу убрал около не знаю около трех тысяч наверно выкинул роботы со всего мира кинулись и сергей козлов помог мне вы от них избавиться как чтобы они не лезли каждый день мужчина православие ну нормально ничего тут мне еще за ним смотреть и дальше игорь игорь 1992 что это за игорь василенко игорь николаевич мужчина говорит знает самара дальше где кто я проверяю чтобы не не заскочили эти роботы александр вот чебоксары александр великий подпись великий а дух святой с маленький а тут оба слова большие оба вас а там с маленькие вот александр то тут маленько ты не и так написал и еще кто здесь но мочарин владимир владимирович это человека я знаю дух святой москва ну все и можно отойти от этого да да дальше таленточный и вот наш православный видеоканал открытым оком около 100 подписчиков почти каждый день новые не знаю кто-то нарочно делает и 100 подписчиков в день так это много сейчас 13 тысяч подписчиков 83 и просмотров 12 миллионов 328 тысяч где-то по 50 тысяч каждый день каждый день но это конечно цифра впечатляющая не знаю даже можно узнать сколько сейчас у нас девять тысяч четыреста пятьдесят примерно видеороликов наших взялись люди отдельно вот кто там берется смотреть отдельно про голубей нас много плейлистов по плейлистам разносится я могу и скинуть это там значит найдет специалист отдельно там потеряевки отдельно по лагерю все это ну и можно выбрать часто выступает это отдельность проповедей и и вот во свете библии православный библейский сайт тут много чего от вопроса и ответы я тут кое-что она выносил вот тайна святых вот здесь тоже взято отсюда вопрос 1509 это из книг моих вы неоднократно говорите что признаете себя сыном православной церкви но как же тогда можете не во всем поддерживать решение наших архипастерей и даже не соглашаться по очень важным вопросам как о войне то есть это я стою за кафедрой в университете а мне записки посылают говорите что не нужно заниматься канонизации придавать кого-либо анафеме считайте что на суде божьем это может быть еще и пересмотрено и кто-то из канонизированных окажется слева и наоборот за такие мысли раньше церковь у вас на костер отправила чтобы и другим неповадно было высказывать такие ретические мысли какие вы говорите вслух не верите что была русь святой притом неблагоговейно говорите всегда священника что они где люди грешные потому что они учат народ но им некогда учить то у них такая занята с утра до вечера требы богослужения если у вас по этим сложным вопросам единомышленники это вопрос такой я отвечаю единомышленники если среди тех кто рядом и среди книжных героев но вот есть книга такая тайна святых иванова петра познакомьтесь как он говорит как раз по этим вопросам доводы его неотразимо точны подозреваю чтобы от этим именем не один человек и может быть даже иерархи это из парижа полученная книга страница 479 486 7 страниц открывает кавычки открыты открывается картина душевной жизни московского народа ужасная духовная дряхлость это говорит то до революции но это народно церковная дряхлость не то что личная дряхлость полное замирание всего в человеке нет организм жив и полон различных чувствований жизненной силы если им не дано исхода бродят в душе превращается в скрытые душевные флои и флюиды человек кипит как бы изнутри какие же чувства обиженного постоянно обижаемого большинства безутешное горе безумная тоска бессильная ярость затаенная месть проклятие отчаяния как сейчас я вставку делаю как сейчас перед выборами на путина там все это того не хватает вот коммунисты были было хорошо вот сталина нету то есть 60 66 миллионов только в россии загублено людоедом сожрал зверь это ничего не значит забыли все боялись вздыхнуть слова сказать друг на друга клепали 14 статей только под пунктом 58 статьи политической какие же чувства у обиженного и постоянно обижаемого большинства безутешное горе вот пока показывает отчаянные и в то же время изобретается всяческие способы слукавить обмануть началь насильника главу кто не способен на это завидует удачливым иные доносят чтобы подольститься и получить лишнее прирожденные праведники в таком обществе не имеют голоса бывает забиты впадают в юродство среди убийственного гнета на неимоверно возрастает одно только вожделение поживиться хоть чем-нибудь из того что доступно главе все другое трудно себе представить куда-то как бы провалились все природные человеческие чувства нет им развития ибо погублена людская доброта правда милосердие и милость а без них нет жизни а только животный инстинкт вот объяснение того равнодушия с которым народ смотрел на мучительнейшие истязания которым подвергались на городских площадях преступники и вообще все кого злое правительство отдало палачу равнодушие которому так изумлялись иностранцы кто сам дома занимается истязанием близких вероятно даже с любопытством взирает как истязают другие те кого постоянно дома истязает так заняты собственным страданием что им нет дела до чужих мук и вот как бы пользуясь общим равнодушием злоба изобретает все новые способы мучить людей дыбы в древней руси называли место заключения московской руси это было уже жесточайшая пытка человеку связывали назад руки из-за кисти рук привешивали кверху так что туловище висела в воздухе ногам туго привязывали конец доски другой конец ее касался пола палач прыгал на эту доску и тело подвешено вытягивалось а чего суставы рук плечах выворачивались при таком положении нервы необычайно напряжены и тогда наносились удары плетью эта пытка уцелела до последней четверти 18 столетия считалась мучительнейшей ей подвергались все заподозренные но нквд не вынося пытки несчастны начинали называть имена будто бы относящиеся к этому делу людей каждый новый удар плетью давал новые и новые имена те в свою очередь оговорили бесчисленное количество людей самые невиннейшие в царстве жили под вечным страхом вот как будто бы сталин воскрес тогда византийский судебник эклога достиг московском царстве полного торжества все наказания были члены вредительного характера отрубания ног отрубания рук отрезали уши и так далее самые пустяшные провинности влекли за собой тяжкие муки за какие-нибудь шесть пенсов говорит иностранец обвиняемого заковывали в цепи руки ноги и шею смертные казни редко были простыми большей частью мучительные во второй половине 14 века первая публичная казнь произвела на народ очень тяжелое впечатление в конце 15 века наблюдается уже полный разгул казни иван 3 эти казни нисколько не смягчаются с окончанием династии рюриковичей напротив при династии романова были изобретены неслыханно издевательства над человеческой жизнью при алексея михайловича в конце 17 века женщину за убийство мужа зарывали в землю так что оставалась наружу одна голова и так она мучилась пока не умирала после усмирения бунта в арзамасе все его окрестностей представляли лес кольев на которых корчились муках люди взятые в плен некоторые были живы три дня уложение алексея михайловича ввело слово и дело когда число заподозренных возросло до неимоверного количества при помощи описанной нами дыбы необходимо упомянуть еще об одном московском качестве у жителей московии развелось необычайное самомнение мы лучше всех христианских народов наша вера самая правая вот у старобрядцев это и сохранилось теперь отсюда происходило нестерпимое упорство своих мнениях презрение к словам и мнениям других нетерпение противоречий даже самых полезных и основательных высшим взлетом этого самомнения явилось известное изречение запомните его москва это третий рим а четвертому не бывать москва третий рим а четвертому не бывать и москва третий рим а четвертому не быть и эпифаний славянецкий мысль по существу неверная ибо если признавать что есть какой-то земной центр христианства то это только иерусалим а не рим и не византия но ведь если два рима пали то неизбежно и третий должен пасть иначе зачем мы сравнивать с этими римами какая гарантия что москва не пойдет никакой гарантии не было бессмысленное самохвальство таким образом тщательно избегая гордости от ума москвич дошел до крайнего выражения глупой гордости при величайшей набожность и ревности ко всем церковным обрядом христианство вовсе не было в московском царстве христос не посчитался там как милостивый любящий господь всегда близкий людям а как далекий страшный судья который придет карать и мстить христом пугали они успокаивали человека сравнить и духовные стихи того времени вот у старообрядцев любого белокреницкого там согласия новозыпковская древнеправославная беспоповцы у них везде икона христос ярое око как он смотрит ярое око теперь мы снова обратимся к домострой чтобы ответить на важный вопрос им возбуждаемый каким образом автором такого антихристианского произведения оказался священник и даже духовник лицо очень почитаемое тогда народом что это выродок в своем сословии или напротив человек характерный для священнослужителей того времени так как мы знаем что домостроя сильвестра получил всеобщее признание как руководство жизни ответ получается совершенно определенный этим устанавливается наличие ужасной материальности в священническом сословии и проистекающего отсюда жестокосердия где искать причину столь пагубного состояния у служителей русской церкви его не было в более древние времена причину найти не так трудно дело в том что татарщина мучительная для всего населения для священнослужителей таковой не было напротив они оказались в очень привилегированном положении был ханский ярлык неоднократно подтверждаемый ханами при вступлении их на престол этот замечательный документ необходимо привести полностью чтобы осветить истинное положение вещей того времени хан обращается к баскаком к князьям данщикам и всякого рода чиновникам татарским и говорит двоеточие кавычки вот понимаете когда начнешь говорить люди не хотят даже поверить ну неужели так это все могло быть я что могу сказать кавычки открыты жалованная грамота дается нами всему белому и черному духовенству чтобы они правым сердцем без печали молили бога за нас и за все наше племя и благословляли нас не надо б нас них не дани не подвод не корма никакой пошлины не ханской не ханщиной никто не смеет занимать церковных земель вот огородов виноградников мельниц никто не смеет брать на работу церковных людей мастеров сокольников и других никто не смеет взять и задрать иконы испортить книги или другие богослужебные вещи чтобы духовные не проклинали хана но в покое за него молились кто веру их похулит надругается над ней тот это все я беру прямо отсюда конкретно в кавычках взято тот без всякого извинения умрет злою смертью братья и сыновья священников живущие с ними вместе освобождаются также от всякой их дани и пошлин а кто из баскаков или других чиновников возьмет какую-нибудь дань или пошлину тот без всякого извинения будет казнен смертью в то время как посома и иначе прихожане храма вжили под вечным страхом насилия и разорения имущества пастыри могли благоденствовать и по желанию богатеть конечно здесь стоился тяжкий соблазн велика была ответственность перед богом русских священнослужителей если всех разоряли татары а их никто не смел тронуть то сами не должны были разорять себя ради ближних или по крайней мере немало жертвовать своим имуществом ради обездоленных недостаточная чуткость к общему горю непременно вергала привилегированных в объятия жадности корыстолюбия наконец злобы и вот как явствует и свидетельство домостроя видны и священнослужители шли не по божьему пути я не знаю тут к этому надо или не надо что-то добавлять то тем более это уже документировано видны и священнослужители то есть архиереи шли не по большему пути вот это я когда говорю меня заедает буквально но я только одно говорю не богатство их не меня не касается а почему не проповедует почему не учат фактически при обнищении массы населения большинству священнослужителей в особенности сельского богатеть конечно было не откуда однако всюду где предоставлялась эта возможность в городах более зажиточных местах вкус к наживе и жадность были характерными явлениями двух от духовенства для черного и для белого еще собор 1274 года созданный митрополитом кириллом для суждения различных неправильностях отмечает появившийся у некоторых священнослужителей алчность к прибытку в кавычке взята то есть выдержка особенно богатели огромные архиерейские поместья великие князья начиная с ивана третьего тщетно старается сократить аппетиты богатых из духовного звания иван четвертый на стоглавом соборе бросил тяжелые обвинения обители тут конечно разумеется епископы с их штатом богатые землями и доходами не стыдятся требовать милостыни от государя иван грозный 15 лет ему было тогда тогда епископы боролись с правительством не желая платить государственные налоги и защищая свои льготы и успевали в этом вплоть до петра первого успевали тот свернул им намерение то их народ очень хорошо подметил черту духовного сословия назвав были не алешу поповича руки загребущие глаза заведущие конечно это характеристика не киевского времени даже не времени святого сергия радонежского а более позднее вместе с материальностью имущественного порядка развивается и бездушие с жестокосердием как свидетельствует об этом домострой священника сильвестра доброта феодосия пещерского характерна для всего киевского периода и северного московского когда считаешь поучение или слова или завещание митрополитов 12 13 14 веков кириллов ойтики прияна и других не говоря уже святых петре алексея то на сердце становится легко слышишь их кроткий добрый голос чувствуешь высокий дух вот наступает 15 век всего жестокостями это ослепление василием вторым своего двоюродного брата а позднее его собственное ослепление кожемякой как месть за брата на метрополитчем престоле святой иона включенный в святую четверицу митрополитов петр алексей иона филипп и как-то странно и жутко становится на душе почему так не похоже деяние чудеса святого ионы на дела наших прежних святых некоторых иона как бы приговаривают к смерти за их проступки обличив иона предсказывает им смерть и они умирают почти в тот же день а одному из поверившим не поверившему что дочь великого князя бывшая при смерти исцелена святыми ионы митрополит говорит да умрешь ты вместо княжны и тот пал мертвым к ногам святого иона а полтора ста лет перед этим церковь ставила великую похвалу святому митрополиту петру что он был кроток и назидание в назидание безгневен в обличении согрешающих феодосий пещерский плакал когда кого-либо обличал кроме упомянутого чуда исцеления дочери василия второго в житии святого ионы приводится еще одно чудо одного человека очень страдавшего от зубной боли святой ионок крепко ударил по лицу очнувшись от удара больной ощутил что зуб его перестал болеть а вот уже не чудеса отношения святого ионы к подчиненным епископа полоцкого он строго обречил за то что тот письме к нему митрополиту осмелился назвать его братом за неисполнение распоряжения митрополита святой иона заковал в окова святого пафнутия игумена баровского монастыря и бросил в темницу следующий за святыми иона митрополит посадил в ледник под палатой одного архимандрита за то что тот разрешил братьям пить богоевренскую воду после трапезы оправдываясь тем что канон крещения пришелся воскресный день с этих пор вообще жестокость наказания в священническом звании не уступает светским митрополиты бьют палками жезлами являющихся к ним подчиненных даже знаменитого никона митрополита при алексея михайловича упрекали за жестокое обращение с подчиненными при монастырях существуют тюрьмы где заключенных для отягощения наказания морили дымом и другими тяжкими муками впрочем о жестокосердии и совершенной грубости среди духовенца нам нет нужды распространяться она докатилась до того времени когда пороки общества стали обличаться в прессе то есть до 60-х годов 19 столетия то что изобразил помиловский в своих очерках бурсы превосходит своей адской картинностью дантовское путешествие преисподнюю некоторым быть может покажется преувеличенным свидетельство помиловского но вот чистый жизненный факт изображена историком сергеем соловьевым в его записках сообщено его сыном владимиром соловьевым кавычки открыты духовное училище возбуждало во мне сильное отпрощение это при петровском монастыре москве по страшной неопрятности бедному ссальному виду учеников и учителей особенно по грубости зверстве последних помню какое страшное впечатление произвел на меня поступок одного тамошнего учителя один из учеников сделал вовсе незначительную шалость учитель подошел вырвал у него целый клок волос и положил их перед ним на столе в тех же записках историк правдиво но наивно ибо сергей соловьев как бы не подозревает ужасного смысла своих слов и говорит что нравы священнослужителей русской церкви стали смягчаться под влиянием западноевропейских просветительных идей распространяемых русской прессой как известно пресса 60-х годов 19 столетия была почти сплошь атеистическая но может ли проснуться совесть у людей когда словом божьим они оправдывают свои гнусности бога вдохновением именуя злодейство законодательный сборник с наказаниями которым ужасались бы древние ужаснулись древние греки язычники обильно уснащает цитатами из книги которая основана на призыве к всепрощению и нелицемерному братолюбию вот какую неисцельную неисцелимую рану нанесла церковная деятельность юстиана великого как ярко сказывается в этом эпитете антихристианство исторической науки которая по преимуществу именно такого рода личности присваивает именование великий до юстиниана конечно имя юстиниан мы употребляем здесь скорее как понятие собирательное в нем как фокусе отобразилось то что в тайне подготовлено духом антихристовым мало кто сомневался что христианин это человек духовно перерожденный а кто еще не переродился тому необходимо стяжать духа святого после юстиниана наступает формальное отношение христианскому званию точно установленный ритуал делает человека христианином церковь как некое учреждение они как новый род людей на земле члены этого учреждения очень уверены в своих правах но плохо осознают свои христианские сокровенные обязанности это в особенности характерно для начальствующих в государстве и церкви и мнится что они самим богом вознесены на священные места цари как помазанники божии архиереи как преемники апостолов по рукоположению но нет ничего более антихристианского как эта уверенность в своих правах начальствующих христовом обществе весь смысл того что писали великие учители церкви о священстве кроется как раз в полном нечувствии своих прав и чрезвычайно острым мучительном сознании своей немощи они знали что христос заповедовал им умывать ноги ближним они владычествуют над ними страница 262 267 тут пропуск делается самая страшная в русской церкви имеет свою историю помимо внешней борьбы царства со священством внутри церкви происходила борьба между святыми и духом антихристовым и дух антихристов победил согласно пророчества откровения святого иоанна и дано было зверю вести войну прямо приводит выдержку со святыми и победить их начало этой борьбы совпадает с распространением московском народе домостроевских идей тогда и внутри церкви явился проповедник этих идей то есть материальности и свирепости материальности корыстолюбие как мы говорили в предыдущем очерке стали развиваться у русских священнослужителей во время татарского ига вследствие больших жизненных преимуществ дарованных ханами русским священникам однако никому еще не приходило в голову превозносить материальную зажиточность и богатство как некую священную необходимость для монашества иерархии учение об этом русской церкви совершенно ясно она провозглашается самими деяниями великих святых сергия радостки кирилла белозерского и других эти святые не только не собирали никаких богатств но запрещали монахам своих монастырей ходить за сбором пожертвований проповедник нового учения в русской церкви иосиф волоский говорил на соборе 1503 года где был поднят вопрос об отобрании монастырей сел с крестьянами кавычки если у монастырей сел не будет то есть богатство то как честному то есть почетному и благородному то есть знатному человеку постришься а если не будет добра родных старцев откуда взять людей на митрополии в архиепископа и епископа и на другие церковные властные места и так если не будет честных и благородных старцев то и вера поколеблется кавычки закрыты это целое новое миросозерцание для церкви рассмотрим что она заключает в себе по мнению иосифа знатные богатые люди не захотят постригаться в монастырях если там нет достаточно материальных средств чтобы им можно было жить так же роскошно как в миру а если таких доброродных старцев среди монашества не будет то нет возможности заместить властные места в церкви архиереев не будет и вера поколеблется здесь остается непонятным утверждение почему в народе вера поколеблется если не будет архиереев знатных и богатых родов эта мысль иосифа тесно связана с его пониманием как достигается твердость веры вера это исповедание догматического учения церкви всякое малейшее отклонение просто даже своя собственная мысль не высказанная где-либо в книгах принятых церковью по тогдашним понятиям книгами принятыми церковью разумели все книги написаны на церковном темы существовавшие в то время ибо если бы они были неверны то были бы ранее уничтожены властью есть отступление от веры ее колебания чтобы не было колебания необходимо церковные полицмейстеры в данном случае они называются архиереями вооруженные всеми средствами принуждения и прежде всего конечно своей готовностью действовать насилием от того и необходимы люди знатных родов привыкшие к начальствованию если церковных мер сюда относятся и биение посохом недостаточно то необходимо обращаться за помощью к царю который может предать его пыткам тяжелому заключению наконец казнить эта стройность мысли восходя далее возвеличивает царя именно за его охрану церкви кавычки царь есть высший хранитель и покровитель церкви отмститель христу на еретика то есть царь имеет право вполне начальственного отношения ко всем церковным утверждением государь является высшей инстанцией церкви которое должно прибегать во всех царковных и монастырских спорных делах суд государя самый высший окончательный безапелляционный суд царя уже никем не осуждается однако чистое самодержавие вовсе не входит в мысль иосифа царь возвеличивается до тех пор пока не знает исхождение к еретикам в понятие еретик входит и всякие мыслящие недостаточных книжны и беспощадно их казнит несогласия царя со взглядом иосифа на еретика называется по мнению осипа нерадением о благе церкви и становится величайшей преступлением самого государя почему он их не казнит это такое государственное прегрешение за которые бог всю землю казнит истинным украшением украшением миросозерцания иосифа является следующие его мысли кавычки грешника или еретика руками убить или молитвою одно и то же кавычки закрыты дальше кавычки нельзя верить покаявшемуся еретику необходимо одинаково немилосердно относиться к непокаявшимся их покаявшимся кавычки закрыты когда василий третий после долгих упрашивания его со стороны иосифа посадил в тюрьму всех подозревая их вереси до скончания живота их иосиф воздал славу богу отцу и сыну и святому духу иосиф был очень ревностный игумен смысле исполнения всех уставных правил основал свой монастырь так как ему казалось что везде много развращения наконец он был и добр кормил голодных много благотворительствовал из три монастыря но тут нужно твердо помнить что и дьявол когда ему выгодно благотворитель если бы иосиф не имел никакого подобия добра он бы не мог провести свои антихристовые идеи внутрь церкви христовой конечно много глупого и жестокого богопротивного высказывается людьми и выдается ими за истину церковь христова призывает к покаянию лжеучителей но если они не хотят каяться со скорби проходит мимо молиться богу о даровании разума впавшем в духовное слабоумие людям если же богопротивное учение распространяется в народе как истина церковь собирает собор и всегласно осуждает неправду в данное время церковь русская поступала наоборот собор 1490 года хотя еще не совсем по иосифову отнесся к еретикам то есть не согласился предать их смертной казни однако не оказал им милосердия проклял и присудил к тяжелому заточению на соборе было высказано мнение иного рода кавычки не подобает нам судить никого неверного ни неверного но подобает молиться о них и в заточении не посылать это мнение предлежало святому нилу сорскому и другим истинным христианам на соборе но добрый совет святого был отвергнут злобу собора увенчал в новгороде архиепископ геннадий которого были посланы некоторые из еретиков очевидно новгородцев этот геннадий уже давно требовал жестоких мер для отступников от веры он ставил в пример восхищавшего его шпанского короля то есть испанского как он путем инквизиции свою землю очистил от еретиков геннадий приказал встретить еретиков за 40 верст от города посадить на коней лицом к хвосту в выворощенных тулупах на голову надеть шлемы с мочальными кистями соломенные венцы с надписи сей есть сатанино воинство владыка велел народу плевать на них и кричать все хулители христа после этого на головах несчастных были зажжены берестовые шлемы по известию иосифа володского они вскоре умерли перед смертью лишившись рассудка от богом наказаны еретики так ужасно извращено было учение великих святых в церкви о необходимости большой любви превращивания заблуждающихся душ ибо только одна любовь может содействовать отпавшим людям вернуться ко христу святой иоанн златоуст говорит требуется много искусства в любви чтобы страждущие вот как великий святой это называет этих людей убедились добровольно вот единственное желание христа подвергнуться в врачеванию геннадий же иосиф и подобно им пастырь врачевание душ чатся производить посредством злобы и ненависти и русская церковь и их послушала значит призрела учение святых отцов к чему это приводит то видим в жизни новгородцы страждущие сошли с ума и вскоре умерли в другом случае страждущие без любовного к ним отношения необычайно озлобляются впадает страшный фанатизм сами начинает себя убивать как было со старообрядцами при царе алексея михайловича и патриархи никони когда десятки тысяч старообрядцев сами себя сжигали я думаю на сегодня хватит тут еще много будет завтра включу следующее событие дня все на этом